Восьмой том книги «Открытым оком», вопрос номер 2043, тема «Проповедь благовестия». Случалось ли, что, ревнуя о прямом указании Спасителя, настоятель посылал своих монахов на проповедь и сам ревновал об этом прямом указании Спасителя? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это исключительно редкое явление, но есть такие жития, и их не читают людям. Это же по Евангелию и потому нужно спрятать. Но мы откроем и эту чудную страницу в житиях святых. И воевали против проповеди епископы». Деяние 4.2. «Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мертвых». Деяние 8.25. «Они же, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие». Деяние 9.20. «И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий». Деяние 10.42. «И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога Судья живых и мертвых». Деяние 14.21. «Проповедов Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию». Александр Неусыпающий. 3.10. «Кроме всего, Он учредил, чтобы по окончании каждой церковной и монастырской службы и после всякого дела произносили «Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения». Установив такой чин в своей обители, преподобный размышлял, что еще потребно к Богу угождению. И, вспомнив псаломское слово «научу беззаконных путям твоим нечестивые к тебе обратятся» – Псалом 50, стих 15. Решил, что нужно заботиться не только о своем спасении, но и о других, особенно же пребывающих в нечестии. А так как в тех странах много в то время было идолопоклонства, то и умыслил Он послать некоторых из братьев с Христовой проповедью. Избрал Он на это дело 70 самых сведущих и особо ревнующих о святой вере по числу тех христовых учеников, о которых святой евангелист Лука пишет. «Избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда сам хотел идти» – Луки 10.1. Избрав такое число учеников на Христову проповедь и помолившись о них, подражатель Христов Александр послал их по два в окрестные идолопоклонческие селения. Благодать Божия споспешествовала им молитвами преподобного Отца. «Не напрасны были их труды, они многих из язычников обратили ко Христу. Вкусив с благодарением принесенной пищей и отослав в кеновию тех, которые оказались маловерными и нетерпеливыми, святой пошел в те города и при помощи Божией благодати в короткое время всех обратил ко Христу евангельскую проповедью. Дьявол же возбудил некоторых злых и завистливых людей, которые и наклеветали епископу на преподобного и на братью его. Будто все, что они соблюдают, и посты, и молитвы, то делают лицемерно для тщетной славы на показ людям. Епископ, не рассудив о ложной клевете, послал многих из своих слуг с теми клеветниками прогнать с бесчестием от города Александра и всех, кто с ним, но вводимый преподобным Александром честный лик земных ангелов вошел уже в город с обычным псалмопением, так что посланные епископом встретили их уже в городе. Они, как разбойники, напали на них и схватили каждого из них, много и тяжко били и вытаскивали вон из города, а преподобному Александру, как начальнику, усугубили раны и бесчестие. Заключаю, что через поколение, много через два иссякнет наше православие, если не изменять у нас образа воспитания и обычаев общества, то будет больше и больше слабеть истинное христианство. А наконец и совсем кончится, останется только имя христианское, а духа христианского не будет. Все преисполнит дух мира. Феофан Затворник, 1863 год. Псалом 68 стихи с 9 по 14. Псал 17. Когда доходишь до этого псалма, то видишь, неужели дом Божий выше Библии, выше Слова Божия? Если Слово Божие превосходнее всего на земле и самого имени Божия, то почему бы не ревновать о попранном и отвергнутом в православии Слове Христовом, замененном на вымысла человеческие? Псалом 137 стих 2. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Псалом 118 стих 139. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои.